Добрый, добрый, добрый день! Добрый, добрый вечер! Доброй, доброй ночи! У кого какое время и у кого какая страна! С вами снова я, ваша Вивьена. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Здравствуйте, дорогие мои гости канала! И здравствуйте, те, кто первый раз зашел на канал. Если вы увидели по ленте, значит, высшие силы и ангелы вам сказали, нажми на кнопку. Мы дали тебе знак. Здесь ты узнаешь, что-то важное и что-то нужное. На канале расклады, ритуалы, медитации, онлайн-ритуалы. И все это пригодится в вашей жизни. Смотреть можно онлайн-видео в любое время, независимо от того, когда оно снято. И онлайн-ритуалы точно так же, и расклады. И расклады самые интересные, даже девочки мне пишут и в комментариях, и в WhatsApp. Вот смотрели один раз, а через несколько дней, через день-два пересмотрели и совсем по-другому услышали. Потому что мы слушаем и слышим только то, что хотим услышать. И запоминаем мы только основную информацию. Обычно такое внимание занимает 10 минут, ну 12 иногда. А дальше наше внимание рассекается, и мы уже запоминаем не всё. Что ещё хочу вам сказать. У каждого человека есть ангел-хранитель. У каждого. И ангелы-хранители тоже нам дают знаки, чтобы предупредить нас об опасности. Вот сейчас я вам расскажу несколько таких знаков. Допустим, у вас утром онемели ноги, прям сводит или онемела нога. Это говорит о том, что не надо ходить, куда вы собирались в этот день идти. Если вдруг вы поперхнулись, не просто там едой поперхнулись или глотнули, а просто вот шли или разговаривали, вдруг раз как-то слюна и кы-кы-кы-кы-кы-кы-кы. Это ангел-хранитель говорит вам, что с кем вы сейчас идёте разговаривать или с кем вы беседуете, человек лжец. И есть очень много других знаков. Знаки нам дают очень часто рекламное табло. Вот мы едем и рекламное табло. Вот раз глаза открываются, в добрый путь день будет точно очень удачный. Или дело, которое вы начинаете, обязательно удачно сложится. Нужно просто присматриваться на эти знаки. Если вы в доме, допустим, утром где-то увидели неожиданно огромного паука, знайте, ангелы предупреждают, и есть враги, и дом надо почистить. И почистить себя. Значит, кто-то злословит, делает какие-то негативные вещи. Есть очень много-много знаков. Если вы нашли на дороге белое пёрышко от какой-то птицы, подберите, принесите домой, поставьте в вазочку. Эти пёрышки очень хорошо охраняют вас. И они предупреждают, когда такие пёрышки вы находите, или вдруг случайно на вас пёрышко упало, светлое какое-нибудь. Это говорит о том, ангелы и силы вас защищают. А сегодня у нас будет расклад, и также мы посмотрим на кофе. Ваше будущее на кофейной гуще. Что нужно знать вам именно сейчас? Что нужно знать вам именно сейчас? Сначала я дам характеристику, то есть вас. Если это подходит, что на данный момент с вами происходит, или ваши характеристики по характеру, то да, смотрите дальше. И эта чашка кофейная дополнит и расскажет всё вам. Я предварительно выпила чашку. Именно загадала на будущее для моих зрителей. Также подписывайтесь на канал, пожалуйста, если вам нравится. Ставьте колокольчики, проверяйте у себя, чтобы они были серенькие, чёрненькие такие, с палочками. Кому нужно лично, пожалуйста, мой контактный номер вы сейчас видите на экране. Плюс 995-593-36-95-44. Также мои контактные данные даны в описании и в закреплённом комментарии. Есть группа Facebook. Есть второй канал Вивиена, эзотерика и жизнь. Туда заходите, там прямые эфиры очень часто я провожу. Есть страница ВКонтакте. Также видео выходит Яндекс.Эфир. Яндекс.Эфир. Посмотрите там видео. Там есть много видео, которые здесь вы, возможно, и не смотрели, и некоторых и нет. А в группе «Магическая помощь. Вивиена, эзотерика и жизнь» в Фейсбуке очень много различных ритуалов. Пожалуйста, пользуйтесь. И ещё вот отвлекусь, немножко говорю сегодня. Всегда ставлю тайм-коды. Кому не хочется слушать мои предисловия, нажимайте на тайм-код, где начинается уже предсказание. Если вы вообще не знаете основ магии и эзотерики, лучше не лезьте и не делайте ничего. Вот мне девочка написала, «А что такое откуп? А какой это стандартный? А что это такое?» Всё, не делайте. Вы не готовы, потому что, если вы не знаете, как нужно сделать начало, вот сам ритуал, потом окончание, потом что нужно закрепить, каким силам что-то надо отдать, как отдать, для чего, это основы магии, так же, как таблица умножения в математике. Не суетесь, иначе вы сделаете, и получится всё наоборот. Потому что я знаю, очень многие девочки делали привороты, а потом получились болезни у детей. У них болезни по-женски. У этого мужчины всё переворачивается. Вообще ничего не получилось. Мужчина, если раньше хоть как-то тянулся к ней, то потом вообще на дух не переваривает. Понимаете, не лезьте туда. Для этого есть люди, такие, как мы. Люди силы. Нам дано это. Породу. Мы с другой планеты. Мы не такие, как вы. Странные для вас, но не такие. А сейчас перейдём непосредственно к чашке. Вот чашечка. Сначала я лупу взяла, чтобы смотреть хорошо. Сначала я дам характеристику, так, чтобы было видно. Кто смотрит сейчас, сначала вот так сделаю. А сегодня у нас будет такое предсказание. Ваше будущее на кофейной гуще. Мой голос завораживает. Что нужно знать прямо сейчас? Вот сейчас посмотрим сначала, если совпадает, кто смотрит. В основном у меня девочки, мальчики тоже есть, но их мало. Александр, если вы есть, вас приветствую. Инна, напишите, пожалуйста, свой вопрос под видео на втором канале. Ваш донат пришёл, напишите вопрос, я на него отвечу, потому что вы оплатили вовремя, и я на него отвечу. На втором канале, под видео, в котором был прямой чат. Так, кто вы, кто такой у нас человек сейчас, который смотрит? Знаете, могу сказать, что вот кто сейчас смотрит, вот если это вы, то смотрите дальше. Это может быть любая женщина. И 15, и 16, и 30, и 60, и 80. Неважно. Эта женщина, вот если это женщина, если мужчина, то так же, то даже ещё усугубляется. Вы не разучились удивляться. То есть у вас осталось вот эта детскость, детское изумление. А когда человек умеет удивляться и улыбается миру, к нему идут все блага. И здесь говорят, что у вас есть сильная защита. У женщин есть сильная защита по роду, и это мужчина. У кого-то на данный момент отношения есть с мужчиной, и они действительно, ну как-то вот, вы в этих отношениях чувствовали, или чувствуете себя такой маленькой девочкой, принцессочкой. Ух ты! Вот вы сами, и тут ещё и этот мужчина. Кто смотрит этот расклад, начали смотреть предсказания, то здесь некоторые женщины будут в паре. Но знаете, какая женщина, извиняюсь, знаете, какая женщина, которую, если женщина смотрит, и мужчина тоже, то есть в любом случае здесь такие люди, которые, если и в паре, если и любят удивительно, то и знают, что всё должно быть по правилам, по какой-то определённой выгоде. То есть всё должно быть по правилам. Я, женщина, выполняю вот такие обязательства, ты, мужчина, выполняешь вот такие обязательства, а вместе мы двое. Пара. У некоторых действительно есть отношения. Может быть, у кого-то и нет, но вот такие вот правила у вас. Хорошие правила, так и должно быть. Сапожник должен шить сапоги, а пирожник должен печь пирожный, а медик лечит людей. И никак наоборот. Извините, слесарь-сантехник никак не сможет быть гинекологом, правда? Хотя тоже трубы может чистить. Так, кто вы ещё? Вот знаете, могу сказать, вот кто смотрит, подходит, если вам, что, в общем-то, внутренне сильный человек и радуется всему тому, что даёт жизнь. Даже когда невзгоды, действительно, вот могут быть тут невзгоды, какие-то препятствия, то вы их по правилам пытаетесь разрешить. Не просто так, куда кривая выведет, а по правилам, определённо, идя вперёд, вы пытаетесь разрешить. Потому что вы сила. Кто мужчины смотрит, тот вообще, прям, как я всегда говорю, как хозяин Чукотки. Если женщины смотрите, то женщина такая, такая медведица, медведи, медведица такая, которая защитит всё и себя, и свою семью, никого не подпустит. И делать это будет по каким-то определённым правилам. И ещё карту положу. Ну, тут, да, действительно, что-то такое происходит. Единственное, что я могу сказать, что кто смотрит сейчас именно в доме, в вашем очаге или в ваш дом, или в ваш очаг, приходит женщина. Вообще, есть женщина, которая затуманивает мозг. Вружка, завистливая, похотливая, может быть, даже у кого-то, злобная, ядовитая. Будьте осторожны. Ещё. Да. Именно эта женщина вот здесь есть. Это может быть кто угодно. И мать, и свекровь, и тётки, и подружки, и коллеги по работе. Ну, вот тут как-то что-то связано, что приходит или к вам в дом, или связано с вашим домом, знает ваш быт. Именно от неё могут идти и идут различные неприятности. Вот если вам подходит эта характеристика, то, пожалуйста, смотрим на будущее уже по чашке. И давайте я придвину чашку, придвину чашку поближе, и буду смотреть вам и говорить. Сначала будем смотреть. Чашка смотрится, вот пила я с правой руки, чашка сначала смотрится вот с этой стороны. Эта сторона ваша личная. Та сторона, как я говорю, общественная. Но хотя иногда может там всё меняться. Что я вам скажу? Чашка вообще неплохая. Дно чашки достаточно светлое. Дороги открываются. Вот тут три дороги. Дороги открываются. Три пути. Выберите правильные, но все они светлые. И вот видите, вот здесь вот она именно, то есть не совсем может быть домашняя женщина, но вот она змеюка. Вот она огромная. И ещё могу сказать. Вот у некоторых выйдет, здесь прям вот точная баба-яга. Баба-яга это не значит. Здесь она вот такая весёлая-развесёлая баба-яга, которая даст вам силы и женских знаний. Потому что баба-яга это женщина, которая очень много знала. Её потом так вот переделали. Но единственное, у некоторых, конечно, получится, что тут вот, знаете, что идёт? Сейчас я ещё посмотрю получше. у некоторых идёт, что это девочки, которые обладают какими-то силами, какими-то знаниями. И есть действительно кто-то, кто оберегает вас в этом. Давайте дальше смотреть, чтобы мне получше смотреть. Сейчас. Это прям такое в ближайшее время у вас будут какие-то известия. И вот ещё раз говорю, вот прям вот тут. Вот видите, вот как будто это бабка-ёшка, она здесь хорошая, она танцующая. Бабка-ёшка вас оберегает. Вы здесь стоите, она вас закрывает. Это очень хорошо. То есть на вас есть защита высших сил. силы бывают разные, поэтому совсем не важно, как их называть. Так, идут у вас я просто смотрю в лоб, а потом показываю вам. Да, идут у вас какие-то изменения, то есть известия. Известия достаточно светлые. Есть небольшие прибыли. У кого еще есть мужчина или кто-то из близких, такой, знаете, как Винни-Пух, который тоже охраняет вас. Очень хорошо стоит охрана. И здесь идет такое, что действительно есть какие-то духи, которые против вас. И вот эта женщина, как я говорю, бабка-ёшка, это может быть у кого-то женщина, бабушка, просто она тут так выглядит. Она сохранит и обережет. Так, что для вас? Для вас выпало, да, дороги какие-то, дороги открываются. В ближайшее время вы сроки загадывайте сами, но на чашке лучше больше трех месяцев не загадывать. Стоит у вас ангел-хранитель, у кого-то появляется мужчина, который, у кого если нет мужчины, то мужчина вот появляется, вот он пытается подняться к вам. Мужчина действительно слово мужчина и ангел-хранитель. Так, оберегайтесь сплетен, у вас идут сплетни и есть в этих сплетнях прям вот крокодил или крокодилица, которая очень много рот разевает и хапает. Да, вот прибыль идет, сейчас еще посмотрим получше. Вот здесь внизу прям получился очень красивый петушок, очень красивый петушок, это говорит о том, что наступает время перемен, время каких-то открытий, время каких-то, можно начинать какие-то дела. Вообще сейчас идет октябрь и по астрологии не очень такое время удачное и с 21 декабря начинается уже подъем вверх, но у вас здесь идет, видите, внизу, что чуть позже начинается время перемен. Петух это очень хороший знак, он говорит о том, что наступает рассвет, наступает новый день. и вот здесь у вас идут, вот видите, дороги, я сказала, дороги открываются, и вот это змеюка. Теперь посмотрим, что у вас с другой стороны ждет. Подождите, еще посмотрю, потому что у кого-то еще тут есть, кто-то пойдет к стоматологу, тут прям точно идет, идет к стоматологу или к доктору по горлу, и здесь такое прям хорошее предзнамение и такая улыбка, радость готовится у вас. Еще у вас стоит ежик, и вам говорится, не замыкайтесь в себе, не замыкайтесь, не вытаскивайте все свои иголочки на всех подряд, умейте открыть свое, вот как этот ежик, брюшко, вот он ежичек, вот он ежичек, умейте открыть свое брюшко, по которому нужно погладить. Что еще вас ждет? Так, вот здесь мне не нравится, ну скажу. Есть какой-то человек, больше это похож на мужчину, может быть он из южных краев или такой внешности, темноволосые, там карие глаза, этот человек, хитрец, мудрец, обманщик, ходит в маске, а вы не замечаете, потому что он очень хорошо умеет бла-бла-бла, он умеет очень хорошо все тут завуалировать, будьте осторожны, он рядом с вами, и знаете, почему он как бы за спиной, у некоторых вот прям идет будет взаимопонимание между детьми, у кого-то может родиться малыш, кто беременный, или у кого-то беременность возникнет, потому что вот здесь огромный волк с маленьким волчонком, а волки это самые преданные млекопитающие, так вот мужчина я сказал у кого-то появляется как ангел, новые отношения, мужчина действительно прям будет вас потом оберегать, если начнутся отношения, если у вас такой мужчина есть, не отказывайтесь, он внешне может быть будет какой-то не очень привлекательный, вот какой-то ну не такой вы знаете, как на картинке Ален Делон не пьет Адикалон так, давайте посмотрим со стороны там работа со стороны работы, кто вот работает или откуда-то извне, тут тоже идет небольшая прибыль, прибыль есть, вот она прибыль, со стороны работы, что такое очень видно, здесь видны вот тоже идет прибыль рыба, но здесь с другой стороны идет то, что не надо слушать никакие сплетни, никакие слухи, говорить, а мне это не важно, мне вообще ничего не важно, вот со стороны работы, у многих работа, карьера, какое-то дело, у многих в это время вы можете взять реванш, вы можете взять куш, потому что это вы оседлаете огромного льва и поскачете на нем вперед, так что в это время ищите работу, если у кого-то нет, если у кого-то по карьере, поднимайтесь по карьере, если бизнес, новые проекты, новые начинания, и все враги попадают, попадают, единственное, что здесь предупреждение, нужно применять что-то от врагов, очень хороший знак, идет тоже общественное, это египетский бог, вот богиня, которая охраняет женщин, забыла, как она называется, но ее четко видно, еще, да, очень много будет каких-то предложений, так что не сидите на месте, если кому-то нужна работа, то ищите, предложений будет много, только нужно ее искать, что еще, ух ты, и вот здесь вот, знаете, могу сказать, есть какой-то человеком будет у вас, и вот вот он, прям, внешне, может быть, он похож как-то на орангутанга или обезьяну, но на самом деле, это такой добряк, который, ну, просто вас ждет, вот это вот какое-то доброе внутри, хотя кто-то будет напускать сплетни, вот она, напускать сплетни, пытаться вас куда-то принизить, но ничего не получится, вот видите, что здесь, а здесь у нас в светлом таком очень похоже на шута, но сами знаете, что такое шут, шут у королей это был умнейший человек, который все время шутками и перебаводками говорил королям истину, и вот он вас видите, где стоит, то есть все что у вас будет случаться переводите в смех и в радость, вот чашка так говорит, посмотрите что на дне чашки, дно чашки очень чистое получилось, и три дороги, три дороги, которые идут вперед, выбирайте, это ваше дело, осторожно, злодейки и злодейцы есть, теперь посмотрим что же у вас все-таки на сердце, сейчас я посмотрю, так сначала, что на сердце, с правой стороны на сердце у вас вот какая-то нервозность, неспокойность, не надо, это все, вы знаете, напускное, это какие-то страхи, которые как бы не ваши, а чужие, вот такие вот тут волны идут, и здесь у вас на сердце вот здесь четко идет мужчина-друг, мужчина-друг, это может и соратник по работе быть, коллега и брат, вот здесь мужчина-друг, и вот вы вместе, вот вы, прям тут женская головка, а здесь мужская, так, что у нас все-таки на сердце, сейчас мы проведем, ну как чисто получилось, но все равно там что-то видно, здесь получился, плохо видно, просто здесь получился трезубец, или как вот клеверлист, но не четырехлистник, а трехлистник, не клевер, говорю, ну правильно, да клеверлист, это говорит об удаче, которая будет у вас, чашка вообще не очень хорошая, и теперь, сейчас я по срокам, вот здесь сбоку, то есть это между, как я говорю, между небом и землей, между вами и то, что происходит во внешнем мире, есть человек на букву Н, это может быть имя, это может быть фамилия, и этот человек как посредник, этот человек действительно вас как защищает, как верблюд, большой такой, это может быть кто угодно, вы по своей ситуации смотрите, так, я тут цифры еще не посмотрела, так, что-то я как-то не вижу в этот раз цифры, лебедь стоит, сейчас, вот здесь идет цифра семь исполнения желаний, это вот ваши личные желания, семь дней, семь часов, семь недель, семь месяцев, и еще тут через семь дней вы будете с кем-то разговаривать, щебетать, как я говорю, щебетать, возможно, с подружкой или с подругом, вот прям щебетать, будете щебетать, щебетать, с кем-то разговаривать, разговаривать, разговоры такие, как бы, ни о чем, но очень счастливые, разговаривать, многие будут о мужчине, вот здесь вот, видно, просто здесь не увеличится, что здесь еще, что здесь с другой стороны чашки, с другой стороны чашки, тут вытерлось у меня немножко, ну, в общем-то, я вам все сказала, с другой стороны чашки, тут четко идет, не оборачивайтесь на прошлое, потому что иначе этим прошлым свернете шею, а идите вперед, ваш путь уже предназначен, вот она, через цифру 2, вот она, цифра 2, и через цифру 2 произойдут изменения в лучшую сторону, вам откроются как бы, как я говорю, врата, врата откроются, чашка достаточно хорошая, вот все, что увидела по чашке, я вам сказала, чашку я пока отставлю, вот сюда, и теперь мы посмотрим, что вам готовит будущее, на картах так быстро, что вам готовит будущее, в личной жизни, в любви, в финансах, и по работе, в личной жизни, в любви, в личной жизни, в любви, вас ожидает сюрприз, у кого есть дети, это говорит о том, что вам дети дадут очень много радости, очень много счастья, у кого нету, то возможная беременность, действительно чудо какое-то, что произойдет, что за чудо произойдет, давайте посмотрим, что за чудо, у кого-то я сказала пару детей, а у кого-то произойдет чудо, появится мужчина, как я и говорила, мужчина такой, который будет защитником, может быть холодноватый, но защитник, вот вы видите, вы королева, и здесь действительно идет мужчина, он то как защитник холодный, то действительно жаркий, но мужчина или молодой по возрасту, или тоже такой же, как вы, воспринимает мир, с легкостью ребенка, это хорошо, что еще у вас в любви, ну вот тут у многих действительно будет в этот период, новая любовь, новые знакомства, или продолжение старых, и вперед, действительно это будут их сексуальные знакомства, если здесь новое знакомство, то оно сулит на продолжительность, если даже с кем-то вы уже встречаетесь, то здесь идет продолжение каких-то отношений, медленно, но верно, они будут развиваться, к чему они приведут, ну а приведут они к движению вперед, вот такой у нас по личной жизни в любви, у кого-то ждут детки, и от мужчины могут детки быть, финансы, финансы, но вот с финансами здесь карта выпала не очень, тут разочарование, боль, недостаток какой-то, хотя вот по чашке видно было, что какие-то прибыли будут, но они не такие большие, а почему такое разочарование, я здесь вижу внешние какие-то долги, почему, почему, да, очень трудно, понимаете, будут расходы превышать доходы, но как бы вы не переживали, здесь идет такое, что вы вот своими правилами, как я сказала, своими правилами, обязательствами, вы преодолеете, будете преодолевать это, вот сейчас действительно тяжело, что-то не так, как вы хотите, вот на работу устроились, сказали, будут платить тысячи долларов, а оказалось, что всего 300, а остальное по премиям, а премии то ли будут, то ли нет, вот понимаете, какое-то разочарование, у кого-то это кредиты, и здесь идет разрешение проблемы, ну разрешить эту проблему можно так, что вы именно пересмотрите договор, или просто пойдете в другое место, потому что здесь исполнение ваших желаний, они больше эмоциональные, вот тут идет финансы, но тут идет, вкладывайте эмоционально чувственные эмоции добра и любви, и тогда вы прорветесь вперед, потому что вперед, и тут надо прорываться вперед, как я говорю, и с палками, и с мечом, что по финансам ждет, ну что-то у вас, знаете, вот кто смотрит сегодня меня, не знаю что, но у вас любовь и деньги в одном флаконе, потому что здесь именно вот какие-то любовные, какие-то теплые, может быть семейные отношения, которые дадут продвижение вперед, но единственное, что это будет с большой борьбой, будут какие-то осложнения, трудно будет принять решение, а почему трудно будет принять решение, ой, знаете, возможно у кого-то будет действительно новое предложение, и трудно будет принять решение, Почему? Знаете, когда открываются пути, как я сказала, вот открыта врата, начинается колебание. Но вы выберете всё-таки правильный путь, и здесь идёт выбрать правильный путь. Выбрать правильную дорогу, выбрать, как я говорю, выбрать деньги, материальный достаток, а не просто эмоции и воспоминания о чём-то, о ком-то. Потому что здесь эта карта идёт, что вы вспоминаете о чём-то прошлом ещё, и это сказывается на вашем финансовом положении. Вот такое предсказание. Дальше пошли. И это у нас финансы, а это у нас карьера, ну, работа. Работа. Очень хорошо. Вышел король монет. Ну, кто смотрит мужчины, это всё нормально. Если смотрят женщины, то вам говорится о том, что вы сами станете крепче духом, крепче будете стоять на ногах. У кого-то действительно пойдёт карьера вверх, кто-то действительно найдёт новую работу. Если это мужчина, то здесь идёт, что вы будете зарабатывать деньги. Король монет. И не просто зарабатывать, а будете ещё прятать в закрома родины. Так, что ещё ждёт в карьере по работе? Движение вперёд. Да, здесь идёт, у многих идёт карьерный рост или работа. Если вы дома хозяйка, то, в общем-то, третий вариант вам не надо смотреть. Но смотрите его как на финансы, потому что здесь идёт, что вы будете держать благосостояние в доме своего короля. Ну, здесь император аж вышел. Здесь действительно вы станете... Вот знаете, вот как будто сидели-сидели, может быть, как амёбы, что-то тыркались-пыркались, и никак не получалось. То там резюме напишу, то туда сбегаю, то сюда сбегаю, то начальнику доказываю, что я самая там лучше, и никак. А тут вдруг красы, понимаете, и вдруг увидят, что вы действительно специалист. Именно такой, какой нужен. Специалист может быть любой. Я сказала, это может быть и пекарь, это может быть и научный сотрудник, это может быть менеджер, это может быть и команомист, бухгалтер. У каждого своя специальность. Да, но единственное, что здесь идёт по карьере, чтобы добиться успеха, у вас идёт, вам нужно стать холодно-расчётливой. И тогда будет прибавление и в карьере, и также в деньгах. И у многих поможет действительно или мужчина-начальник, или коллега по работе, мужчина. Мужчина очень симпатичный, мужчина очень улыбчивый, у многих будет такой. У кого-то это будет сотрудник, коллега, у кого-то это будет учредитель, у кого-то это будет начальник отдела или что-то. Вот он действительно вам поможет. Потому что вы будете холодно-расчётливы выполнять всё по правилам, а этот человек будет очень благосклонно относиться к вашим успехам. Что идёт, чего опасаться. Да, вот вас заметят, вот понимаете, вас заметят и как женщина, я смотрю на женщину, и как человека, который умеет считать деньги, собирать деньги, то есть выполнять профессионально свою работу. А почему так увидят вас? А потому что увидят вас действительно вот эту какую-то холодность, что вы врагов отодвинете, конкурентов отодвинете и станете впереди. Почему, знаете, как бы идёт такое, что вам будет трудно это сделать? Это вроде бы как не ваше. По черепкам пройтись на лестницу вверх. Но здесь именно будет так, что она сама, эта лестница, будет открываться. А вам будет трудно, что кто-то останется сзади, а их надо отставить сзади. Это сплетники, это конкуренты, они вам не нужны. Что ещё нам скажут по карьере? По карьере, да, вы станете сильной. У многих действительно найдётся, как я сказала, работа. Многие будут подниматься по карьере вверх или в своём бизнесе. Потому что вам здесь открывается, что духовное выше физического. То есть вы какими-то своими качествами, я бы сказала, например, какие знаки зодиака, но потом вы начинаете это всё приписывать. А почему вы станете такой сильной? Что произойдёт? Ну да, тяжело будете подниматься. Вы знаете, как это заслуженная награда. То есть кто-то искал работу, никак не мог найти. Кто-то по карьерной лестнице там пытался там, был просто специалистом, стал менеджером. Но это большим трудом. То есть это не просто так прям раз и всё. Вас просто увидят. Кто работает, у кого бизнес, вас заметят. У кого бизнес, того ваш товар будут покупать, ваши услуги будут покупать. Клиенты будут. Вот знаете, здесь так идёт. Ну тут идёт тяжко так, знаете, как тяжело, как устало. Но всё-таки я карабкаюсь. И я буду на вершине. Здесь очень хорошая карта. Но она идёт без труда не выловится рыбка из труда. Из пруда, извините. Из пруда не выловится рыбка без труда. И что это даст вам? Ну здесь оно даст такое, что вы отойдёте от иллюзий. А может быть от иллюзий каких-то прошлой любви, прошлых ошибок. То есть вот такого вот. Где вы доверяли людям. Здесь идёт, что вы перестанете доверять людям. Вы будете смотреть только, как выполняются обязанности. И как вы выполняете обязанности. Вот это вам даст. И вы действительно станете на коне. И вам действительно открываются дороги. Вот Мэти чашка показала моё ясновидение и карты. Вот сегодня такой у нас был необычный расклад. Пожалуйста. Кто не подписался ещё? Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Вот мой телефон. Он всегда на табло. Я вам желаю счастья, радости, удачи. И научитесь, как я вас учу. Научитесь улыбаться. Вот когда я снимаю вам видео, я всегда улыбаюсь. Чтобы вы улыбнулись. Если кто-то под моё видео засыпает, на вас сглазы негативы небольшие. Потом пересмотрите. Через какое-то время вот моих постоянных подписчиков. Они говорят, да, раньше засыпали, а теперь нет. Теперь только под медитацией. И так после ваших медитаций хорошо и спокойно. Смотрите мои медитации. На другом канале есть чистки. Они не вычистят порчи, но вот такие сглазы и негативы они вычистят. Всё остальное делает мастер. Если бы все были ведьмами, магами, экстрасенсами, тогда сейчас в этом мире не творилось бы такое безобразие обмана и вот это мракобесие, эпидерсии. Тогда бы мы все объединились, взялись за руки и сохранили свою планету Земля. С вами была я, Вивиена, и я вам дарю частичку энергии. Берите. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова